Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тиелим. У нас сегодня 72-й псалом. Разные толкования есть для этого псалма. Пишут о том, что этот псалом очень работает, когда ты хочешь стать приятным в глазах других людей. Чтобы тебя вот хорошо воспринимали, читается этот псалом. Также он читается, чтобы не потерять деньги, когда у человека есть какая-то проблема. Или он хочет сохранить, чтобы не было, чтобы была бараха на деньгах, чтобы они не уходили легко. Тоже это уникальный псалом. Есть еще интересное толкование, которое говорит, что этот псалом читается, когда человек хочет найти интерес в жизни, цель в жизни. Какие-то вещи потеряны, он хочет определиться. Это тоже очень помогает этот псалом. Перед тем, как идти к важному человеку для встречи, пишет Шамушти Елим. Очень полезно прочитать этот псалом. Еще у него есть специфика такая. Этот псалом читается, когда младенец отказывается брать грудь и не хочет, не пьет молока материнского. Раби Хаим Паладжи, он говорил, что часто младенец не берет грудь, когда мать его во время беременности хотела какой-то продукт, но не могла его съесть. Ну, например, его не было или там еще что-то. Что делают? Узнают у матери, надо спросить, какой именно. Например, на клубнику. Это был не сезон, не было. Надо взять этот продукт, дать ребенку так карту поднести, дать ему лизнуть, попробовать. После этого он начнет брать грудь. Этот псалом начинается словами... Вообще он посвящен царю Шлома. И говорится, что Бог даруй свои законы потомку царя. И Раша поясняет, что Давид молился о своем сыне, чтобы Всевышний открыл для него понимание законов, законов Тора и так далее. И отсюда мудрецы выводят очень известный принцип. Когда царь Давид создал особый псалом, в котором он молился и просил за успехи своего сына в достижении, так и каждому из нас необходимо обязательно выделять особое время, чтобы найти моменты помолиться о успехах своих детей и внуков и попросить открыть их сердца для той истины, которая может быть нам уже становится ясна, а им еще пока нет. Вот такое об этом псалме. Брахава Цлаха.